Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, задаю вопрос. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, а поедете ли вы в этом году на теплые моря за пределы нашей великой Родины? То есть Крым и Сочи я не имею в виду. Варианты. Вариант первый. Да, конечно, как обычно. 8495-134-21-35. Нет, к сожалению, я много лет ездил, но в этом году не получится. 8495-134-21-36. Наконец, какие там моря? Картоплю надо окучивать. 8495-134-21-37. Еще раз повторяю. 134-21-35. Поеду, как обычно. 134-21-36. Нет, к сожалению, в этом году не получится. И 134-21-37 я и раньше не ездил, и в этом году не поеду. Почему меня заинтересовала эта тема? Дело в том, что те, кто читал воспоминания о будущем, те знают, что там описана конструкция отношения потребителя, продавца и товара. Что любой товар условно можно отнести к одной из трех категорий. Либо это товар типа лакшери, который продается в бутиках и наценки на которые могут составлять 100%, 200%, 300%. Товаров мало, они эксклюзивные, и просто за право им обладать нужно платить. Второе – это потребительские товары. У них о наценке сильно более низкие – 5-10%. В нашей стране потребительские товары у них может быть наценкой больше, до 50%. Но это просто свидетельство слабости российского государства, которое не защищает своих потребителей. То есть антимонопольная служба не работает, местные власти не работают. Я просто хорошо помню, как в 1997 году в Брюсселе, когда мы там увидели какие-то сувениры и обнаружили, что они стоят в три раза дороже, чем аналогичные штуки можно было бы производить в России. Мы их спросили, а если мы вам будем подставлять эти сувениры по цене в два раза ниже, чем они сейчас продаются, а он их будет продавать в полтора раза дешевле и, соответственно, захватит рынок. Ответ был следующий – как же я могу, если я это сделаю, то у меня немедленно отберут лицензию на торговлю, поскольку у нас, грубо говоря, ценовые границы, куда можно влево-вправо, очень жестко контролироваться. Ну, свободный рынок же. Это было, я очень хорошо это помню, это было в Брюсселе на площади цветов, то есть в самом центре. Дальше, соответственно, картина следующая – есть, наконец, инфраструктурные объекты, то есть это то, что не объекты, а товары. Это то, что не просто продается с чрезвычайно низкой наценкой, но еще и государство следит за тем, чтобы этот товар вдруг не исчез. Вот, например, в нашей стране интернет стал инфраструктурой. То есть, когда человек не видит там быстрого Wi-Fi, он говорит, что такое, это что такое, это что за место такое. А вот, соответственно, скажем, в Соединенных Штатах Америки интернет – это потребительский товар. Аналогичная ситуация по многим другим. Ну, вот, например, в СССР образование и здравоохранение были инфраструктурой, а сейчас это стал потребительский товар, который стремительно идет в сектор лакшери. Так вот, давайте мы остановим голосование и увидим, что у нас, соответственно, 10% говорят «да», как обычно, 29% говорят «нет», мы бы хотели, но в этом году не получится, и 60% объясняют, куда ехать надо окучивать картоплю. Так вот, соответственно, ситуация, в общем, показывает, что количество людей, которые куда-то поедут, сокращается. Почему меня это заинтересовало? Дело в том, что год тому назад мы организовывали выездной семинар в Дубае, который длился, если память не изменяет, ну, он длился 3 дня. Тогда был сначала ужин, потом 2 дня. Я очень хорошо помню цены, которые тогда были, сколько стоил билет, сколько стоило проживание в гостинице. Гостиница была такая совершенно обычная, 4-звездочная, то есть там не было ничего такого экстраординарного вообще. А в этом году цены сильно выше, сильно выше, в разы. Да, конечно, может быть, это связано с тем, что сейчас там 8 марта на носу, но тем не менее начинается очень сильный рост цен. И вот тут очень интересная картина. Дело в том, что если предположить, что верна гипотеза, которая была сделана во воспоминаниях о будущем, о том, что таки среднего класса по итогам кризиса не будет, то в этом случае туристический бизнес должен перейти из раздела потребительских товаров в разряд лакшери. Я про это много раз рассказывал, что когда мы проводили семинары на Тенерифе, и были там экскурсии по острову, то нам объясняли, что вот смотрите, вот отели, вот отели. Вот эти отели были еще в 50-е годы. Это были шикарные отели, и других не было. И, соответственно, люди, которые сюда приезжали просто отдыхать, они должны были жить в каких-то там хостелах, на частных квартирах, еще чего-то. А, соответственно, те, кто вот хотел как бы отдохнуть шикарно, они жили в этих отелях, но цена была сильно выше, чем сейчас. Когда после 81-го года, после начала регономики, в мире стал образовываться средний класс, то под этот средний класс начали создавать специальную сферу услуг. То есть вот все вот эти вот сплошные ряды пятизвездочных отелей, а за ними четырехзвездочных, а за ними там трех и двухзвездочных, это все появилось уже после 80-х годов. Я по этому поводу всем, кто постарше, напоминаю культовый фильм конца 80-х, «Греческую смоковницу». Тогда это называлось «Эротикой». А, но интересно там, как бы, как там отдыхало, да, молодежь, люди и так далее. То есть у людей не было возможности, ну, грубо говоря, приехать и неделю жить в стиле «все оплачено» и развлекаться. И дело даже не в том, что не было денег, хотя у большинства не было денег, инфраструктуры не было. Так вот, в чем весь фокус? Я все больше и больше, у меня ощущение, что с учетом тех цен, которые сегодня на самолеты, тех цен, которые сегодня на всякого рода туры, у меня ощущение, что вот эти вот услуги для среднего класса будут выкидывать. То есть не будет этого. И среднего класса тоже не будет. И в результате у вас то, что раньше стоило, ну, грубо говоря, 120-150 тысяч на двоих, ну, то есть можно было при тех зарплатах за год насобирать на, там, полторы-две недели, ну, даже не только в Турции, но и где-то в более интересных местах. А, соответственно, или там в Египте, в Египте было совсем дешево. Ну, и в Греции, кстати, тоже было, в общем, недорого. А вот сейчас начнется следующая штука. Отели будут закрываться, потому что их очень дорого содержать. А, соответственно, останутся те из них, которые сильно более дорогие. И то, что раньше стоило 120-150 тысяч рублей, теперь будет стоить полмиллиона, а то и 700-800 тысяч. И в результате 9 из 10 людей, которые еще, там, несколько лет тому назад ездили, они вылетают. То есть эта тема будет закрыта. И это касается не только России. Да, конечно, в России снова вернется такой вот формат советский. То есть будут такие вот дешевые гостиницы, очень дешевые. Ну, как вот туристический городок в Адлере, в Сочи. Будут, соответственно, коллективные поездки. И это будет относительно дешево. Дешево, но уровень комфорта будет сильно ниже, чем то, к чему привыкли те, кто жил в пятизвездочных отелях. Ну, а все остальные, ну, как бы, ребята, ну, вот денег нет, но вы держитесь. А в результате стоимость такого туризма вырастет в 3-4 раза. Ну, собственно, 150 умножить на 4 будет 600 тысяч. Как раз. Ну, то есть не полторы-две тысячи долларов, а под 10. Ну, хорошо, 7-8. Ну, и, конечно, начнутся очень большие проблемы, как куда ездить с детьми, как ездить с детьми и так далее. А вот это вот, как мне кажется, очень интересный эффект. Я совершенно не настаиваю, потому что пока еще ситуация не является необратимой. Но если действительно цены настолько выросли, могу вас уверить, что уровень наполняемости этих гостиниц в этом сезоне по всему миру будет пониже, чем в позапрошлом сезоне. В прошлом все-таки там что-то компенсировали, а что-то еще чего-то. В этом уже никто ничего компенсировать не будет. И вот это вот такой очень важный симптом экономических изменений, которые происходят в мире. Отметим, что на все это накладываются и макроэкономические изменения. Потому что вещь, которую вот в последнем обзоре макроэкономическом довольно подробный анализ возможной ситуации на финансовых рынках. не с точки зрения того, упадет, не упадет, а с точки зрения последствий. И в некотором смысле очень похожая ситуация с той, которая была осенью 1929 года. Опять-таки, в воспоминаниях о будущем этот момент очень подробно описан. В тех моделях, которые фонд экономических исследований Михаила Хазина разрабатывал, мы специально промоделировали эту ситуацию 1929 года для того, чтобы понять, что же тогда произошло. Я напоминаю, что в октябре 1929 года рухнул фондовый рынок, но фондовый рынок не создает добавленную стоимость. А экономика США не упала в 1929 году. Фондовый рынок стал восстанавливаться. И восстановился примерно на треть. К примерно марту 30-го года. И казалось, что все хорошо. То есть в февраль-март все были страшно довольны. И в этот момент начался дефляционный шок. Резкое падение частного спроса. Кстати, в 1929 году масштаб частного спроса в структуре ВВП был максимальный в истории Соединенных Штатов Америки около 80%. То есть на самом деле доля государства в покупках, как у конечного потребителя, была очень низкой. И в этот момент, естественно, фондовый рынок снова стал упадать и уже восстановился только через 20 лет. Так вот, мы сегодня находимся в ситуации, когда очень велика серьезная коррекция. Ну, скажем, процентов на 25-30. Теоретически ничего страшного в этом нет. Рынок настолько вырос за последние годы, что и наплевать. Казалось бы. Но! Вспомним ситуацию 29-го года. Из-за чего начался кризис? А кризис начался из-за того, что фондовые активы, которые были очень в высокой цене, использовались как залоговые. То есть, иными словами, и потребление, потому что выплачивались высокие заработные платы, и производство жило на кредитах, которые брались под эти залоговые активы. Когда их стоимость упала, банки стали пересчитывать свои отношения с клиентами. Да, это был все-таки не электронный век, с плечом тогда не очень работали. Те, кто жил в реальной экономике, те, кто жил в фондовой, этот механизм использовали уже. Но, как следствие, людям, начиная с конца 29-го года, стали уменьшать кредитные линии, ограничивать выдачу кредитов и так далее. И в результате резко упало потребление. Ну, а падение употребления на фоне, в общем, довольно приличного долга, естественно, вызвало дефляционный шок. После чего экономика посыпалась. Сегодня, опять-таки, читаем воспоминания о будущем, структурные диспропорции примерно в полтора-два раза выше, чем были в 29-м году. По этой причине спад будет еще сильнее. И при этом, в связи с тем, что у нас есть дикое перекредитование, очень высокая монетизация, то по этой причине резкое снижение не на 3%, а на 30% залоговых активов неминуемо вызовет обвал финансовых рынков. Улучшить эту ситуацию, оздоровить финансовую систему абсолютно невозможно, потому что она используется для того, чтобы стерилизовать избыточную денежную массу. То есть, если вы попытаетесь сделать эту работу, ну, то есть, начать оздоравливать банковские балансы, то у вас избыточная денежная масса выльется на употребительские рынки и начнется очень высокая инфляция. Этого допускать нельзя, потому что это как раз и есть дефляционный шок. И в результате образуется идиотская совершенно ситуация, при которой вот эту вот денежную накачку останавливать нельзя. А пирамида, как известно, она растет снизу, то есть каждый следующий этаж, который снизу нарастает, должен быть больше, чем у предыдущей. И в результате у вас ситуация идет в разнос. Вот такой вот маховик начинает раскручиваться уже совершенно не ограниченно. И это очень большая проблема. В детали я лезть не буду, потому что желающие могут подписаться на обзоры фонда Хазина и там все это прочитать. Но сама по себе эта ситуация очень четко показывает, что экономическая модель, в которой мы живем уже многие, уже сколько, с 81 года, это сколько, считайте, четыре десятилетия, она находится на грани слома. И вот тут-то начинается целая куча проблем, потому что под эту модель за 40-то лет полностью радикально перестроены все в том числе инфраструктурные, социальные, социально-политические и прочие механизмы. Я просто напоминаю, чтобы вы понимали, имеет место некоторая аберрация расстояния по времени. Для меня это особенно важно, потому что что такое 40 лет, в 81-й год, я в 81-м году учился в университете, то есть был уже человеком вполне сознательным. А вот, соответственно, тогда, грубо говоря, в 81-м году, 40 лет до 81-го года, это 41-й год, это еще война не началась. И это для меня была какая-то абсолютно седая старина. Так вот, для большей части людей 81-й год на сегодня это абсолютная абстракция. А зря. Потому что в реальности именно вот логика 81-го года, логика регономики, заложенная тогда, и сформировала все те конструкции, в которых мы сегодня живем. Типичный совершенно пример это вот туристическая отрасль, о которой я говорил в начале. И в результате у нас начинает рассыпаться все модели, как это модное слово паттерны, поведения. Что обывателя, что предпринимателя. Мы не зря начали еще там, когда там, год назад, наши курсы карьерного консалтинга. Потому что мы с самого начала понимали, что в условиях типовых конструкций люди могут не знать законов власти. Потому что они встроены в достаточно узкие ниши, в которых они, в общем, узнают нормальные правила. но вспомните те, кто постарше, ситуацию 90-х годов, как много было мошенников. Связано это было с очень простой вещью. Была разрушена модель вот этих вот социальных, общественных групп, кластеров, которая была в СССР. и в результате стали встречаться люди с разными типами и моделями поведения, которые в норме не встречались. Ну, грубо говоря, там, артисты, ученые и, как это, авторитетные предприниматели. И ощущение было такое, что вот ты встретил человека, и ты его можешь смело обдурить, потому что ты его через три месяца уже больше никогда в жизни не увидишь. Что вызвало в жизни совершенно колоссальное количество разного рода проблем. А потом неожиданно выяснилось, снова образовались социальные кластеры, и дальше выяснилось, что у тебя, что появилось снова слово репутация, и если у тебя репутации нету, то это катастрофа. Все начинает рассыпаться. Вот весь фокус состоит в том, что мы сейчас подошли к ситуации, когда начинает рассыпаться опять вот эта система социальных, групп социальных кластеров. и это значит, что нужно максимальным образом учить законы власти, потому что только они позволяют вам ориентироваться в ситуации незнакомой, когда вы оказались в компании с людьми, чьи стереотипы вы не знаете поведенческие, и, соответственно, они не знают вас. Если вы это не сделаете, то вероятность того, что вас будут обманывать, иногда неявно, иногда и явно, резко вырастает. Мы в среду начинаем третий курс карьерного консалтинга. У нас осталось два места. Поэтому, если есть желающие, то звоните Христине Сорокиной. Я специально не буду называть ее телефон, потому что если есть человек желающий, то он в интернете найдет. А если особого желания нет, то не нужно. Но учтите, что те вопросы, которые мы там будем обсуждать, на сегодня больше вы нигде не найдете. Именно с точки зрения обучения, но если не считать тренинга движения вверх, который был в прошлые выходные, потому что это тоже лестница в небо. И потому что это сегодня принципиально нужно. А тема это не то, чтобы закрытая, но не очень распространенная на эту тему обычно говорят мало. И по этой причине нужно отдавать себе отчет. Я вот на примере туристической отрасли показал насколько все меняется. И соответственно к этому надо быть готовым именно с точки зрения выстраивания новых отношений. А это всегда создает очень большие проблемы. И если вы не понимаете как эти отношения выстраиваются по каким законам, то можно на этом очень сильно пострадать как очень сильно пострадали люди в начале 90-х новости. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин и начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил Леонидович, доброе утро. Виктор Михайлович из Домодедова. Это уже обвинавшийся вами возможность даже скорее сильная вероятность экономического обвала в мире. Понимает ли наш президент опасность этого для нашей страны и собирается ли он вводить новые инструменты накопления для населения? Ну, то, что понимает, это очевидно, поскольку он это прямым текстом объяснял в своей довозской речи, а и более того, объяснял, какие будут последствия. Что касается смены экономической политики, тут есть свои сложности. Я тут был в городе Санкт-Петербурге и выступил в передаче у Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Появился вчера этот эфир, и мы там очень подробно обсуждали разные аспекты, в том числе аспекты сохранения собственности и аспекты того, какие могут быть проблемы от того, что мы будем резко нарушать правила. Но я объяснял когда-то еще давно один аргумент, что МВФ может резко снизить рейтинги и России суверенной, и российских компаний, что вызовет очень большие проблемы международной рейтинги. Но я приведу еще один пример. Да, это уже война, теоретически, по крайней мере, но она может очень сильно все испортить. Дело в том, что все электричество в российских городах и в стране вообще, вся канализация, все водоснабжение регулируется интеловскими процессорами. Вот теперь представьте, как будет выглядеть город, Москва, если вдруг в ней отключить одновременно электричество, воду и канализацию. 20 миллионов человек. Это делается одним движением. По этой причине наши возможности и наша независимость, она довольно сильно ограничена. Вот это нужно понимать. В СССР даже близко не было такого ужаса. Вот. И по этой причине, когда мы говорим о том, что надо радикально менять экономическую политику, мы не можем это делать в, так сказать, в атакующем формате. Типа мы меняем, а вы делаете, что хотите. Потому что нам немедленно начнут разные вставлять пакости. к слову, к слову, замечательный совершенно вариант вчинять разные иски и как бы отключать эти же самые интеловские процессоры на основании исков, ну и так далее, и тому подобное. И быстро изменить эту ситуацию невозможно. Другое дело, что да, это объявление войны, по этой причине так просто это не будет сделано. Но то, что такая возможность существует, да, это так. Поэтому маневры сложные, очень медленные по причине дороговизны и отсутствия у нас такой прямой возможности замена тех систем, которые принципиально важны, на такие, которые не контролируются Западом. Ну и так далее, и тому подобное. К слову сказать, аналогичная ситуация с армией, потому что все системы связи у нас построены на тех же самых процессорах. И что вы с этим будете делать? Вот. В общем, короче говоря, много есть разных проблем, которые мы навесили на свою шею. Вот так что нужно будет с ними постепенно разбираться. Здравствуйте, слушаю вас. День добрый, Михаил Леонидович. Вот вы в своих выступлениях говорите, что ужас, ужас, ужас экономика России на протяжении нескольких лет падает. Но она и падает 8 лет уже, 9 год. да, а вот я просто посмотрел согласно статистике Министерства энергетики нашего, выработка электроэнергии повышается и повышается. В прошлом году был достигнут рекорд многолетний. При этом предприятие оптимизирует расходы, вводит более энергоэффективное оборудование, также освещение в домах, лампочки накаливания заменяют. Куда девается электричество? Ведь его сколько произвели, столько... Это вопрос хороший, тем более, что всегда в СССР оценка по росту была, определялась двумя цифрами, ну, так сказать, вилка, увеличением грузоперевозок и, соответственно, увеличением энергопотребления. Фокус состоит в том, что в нынешней ситуации сравнивать невозможно. Потому что энергосистема радикально отличается от той, которая была 20 лет тому назад и даже той, которая была 10 лет тому назад. Тут есть еще целая куча тонкостей, ну, я уж не буду, там совсем уже смешные истории, ну, типа майнинга, да. По этой причине это нужно разбираться. Как сравнивать разные структуры? Я так сходу ответ на этот вопрос дать не могу. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил Леонидович, Алексей, Германия, беспокойно. Да, слушаю вас. Хочу вас в каком-то смысле поздравить с грядущими финансо-экономическими изменениями в России. Я уверен, что таких специалистов, как вы, Глази, в Деляге, будут подтягивать, других адекватных вариантов нет. А в Германии есть специалисты? Ну, официально нет. Карта очень плохо выглядит. Понятно. Мой вопрос, что вы думаете о трудах Юременко и книге экономической беседы? Спасибо. Ну, по всей видимости, он был одним из последних настоящих экономистов, то есть, который занимался экономикой, а не как бы обеспечением некоторой идеологии. Но нужно понимать, что с тех пор очень сильно изменилась ситуация, потому что одно дело описывать экономику СССР, пусть даже то, как она должна была бы выглядеть, если бы было бы все хорошо, совсем другое дело описывать некоторую абстракцию, которую мы сегодня видим вместо СССР. То есть, все книги, которые написаны вот в этот период, в конце 80-х, начало 90-х, это книги и вообще, собственно, работы. Это книги, которые описывают объекты, которых не существует. Причем, даже если они описывают капиталистический мир, потому что капиталистический мир в условиях существования СССР и капиталистический мир в условиях, когда СССР уже нету, две большие разницы, потому что все-таки повышение уровня жизни, появление среднего класса, это есть результат страха капиталистов перед СССР. Сегодня, как мы видим, опять-таки я в начале передачи про это говорил, проблема в том, что решили, что, собственно, среднего класса не будет. И, скажем, ковид это один из инструментов, с помощью которого средний класс будет ликвидирован. То есть подавляющая часть населения в западных странах вернется в то состояние, которое у них было в прежнее время, грубо говоря, вот те, кто помнит итальянские фильмы 50-х годов, французские фильмы 50-х годов, то есть бедность. Люди жили очень бедно. Вот я думаю, что эта бедность будет и дальше. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. У меня сначала ваш комментарий бы хотелось узнать на очень бородатую актуальную тему положения России перед Первой мировой войной. И еще вопросик. Я учитал зарубежную статью закономерный крах, либо почему полуколония не могла претендовать в дальнейшем на статус империи. А именно, что перед Первой мировой Россия полностью утратила свой экономический суверенитет, 80% промышленности было закредитовано в основном франко-бельгийским капиталом. 51% акций госдолга Российской империи был выкуплен кланом Ротшильдов. Но с Кавказской нефтью, наверное, вам не стоит и слушателям объяснять, что происходило. Где там регуляторами тоже были Ротшильды и Нобили. И тем более, что еще один показатель, быстренько скажу, по производству стали, даже перед войной, мы выступали не только Соединенным Штатам Америки в пять раз, не говоря об оружейной стали, когда приходилось дешевые винтовки в Соединенных Штатах Америки. И вопрос по поводу госдолга. Вы, наверное, знаете, что год назад примерно была волатильность с российскими ОФЗ. Но, как выяснилось, несмотря на различные структуры мониторинга, в том числе и фондового рынка внутри России, что является в том числе тоже сегментом российской экономической безопасности, выяснилось, несмотря на то, что напряги существуют между нами и Соединенными Штатами Америки, 3-6% все-таки держат данных бумаг, держат американские резиденты. А примерно такое же количество или чуть поменьше в зависимости от конъюнктуры. Вообще неизвестно, кому принадлежит. Как вы оцениваете данную ситуацию в связи с экономической безопасностью нашей страны? Ну, я же говорил уже про то, что с экономической безопасностью у нас не очень. И я, собственно, привел еще один вполне конкретный пример. Есть и другие примеры. И по этой причине мы не можем себе позволить выступать в активной роли. Типа, сейчас мы вам всем покажем. Поскольку в этом случае ответ может быть очень сильный. Чтобы не сказать критический. А вот, соответственно, развивать ситуацию дальше и ждать, когда они посыпятся в силу того, что у них большие проблемы. Это да. Это нужно делать. Но именно этим мы и занимаемся. Но я все-таки склонен считать, что события уже в самое ближайшее время резко ускорятся. Мне кажется, что они уже ускорились. Ну, посмотрим. Я просто смотрю, что происходит в мире. Опять-таки, я не буду сейчас на эту тему рассказывать, потому что это длинно. Но в текстах своих, которые я увлекаю, они все есть. и, собственно, тексты, которые на сайте Hazen.ru и экономические обзоры, которые на сайте fondmx.org, ну, собственно, фонд Hazen. Вот там есть вот эта вся фактура, потому что говорить ее устно это достаточно сложно, не говоря уже про то, что устно графики вообще не расскажешь. То есть нужно, а если у вас нету фактуры, то дальше начинаются проблемы, вот мы слышали, мне говорят, а вот производство электроэнергии выросло. Что это значит? Что у нас экономический рост? Нет, у нас 8 лет экономический спад. А почему выросло потребление электроэнергии? А дальше нужно смотреть на структуру потребления. Я очень давно на нее не смотрел, но нужно взять, искать и смотреть, и сравнивать, и дальше проводить анализ. То есть это в общем это работа. И это нужно учитывать, что если у вас нету соответственно такого понимания, то вы начинаете гнать халтуру. Здравствуйте, слушаю вас. Миша Леонидович, здравствуйте, Санкт-Петербург, Николай. Да, слушаю. Вопрос такой. Смотрите, вот по биткоину на сегодняшний день там вот рынок биткоина в районе одного триллиона долларов. вопрос следующий. А не похож ли вот этот вот рынок на Павловскую реформу, когда просто-напросто взяли и деньги забрали у населения, ну, Советского Союза, а это в мировом масштабе? Спасибо. Ну, тут можно много разных тем сделать. Но фактически речь идет о том, что в мире слишком много денег, их надо куда-то пихать, куда-то девать. И биткоин это один из вариантов, куда можно пихать и девать. Ну, одно время были надежды на то, что можно с его что можно с его помощью уходить из-под контроля налоговых служб, но по всей видимости стало уже понятно, что этот фокус не пройдет. Так что появление биткоина это следствие вот этого общего кризиса эмиссионной модели. Здравствуйте, слушаю вас. Алло? Да, слушаю. Добрый день, рад вас услышать. Скажите, пожалуйста, золото упадет или будет расти? Смотря какую. золото. Физическое золото, безусловно, будет расти, но при этом с большими отклонениями от средних значений, как всегда. Поэтому спекулировать золотом я вам не рекомендую. А если речь идет о том, чтобы закупиться каким-то количеством золотых монет, чтобы у вас был некоторый стратегический запас, да, это абсолютно разумная ситуация, потому что это актив, который точно совершенно в ноль не обесценится. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович, у меня удивительный вопрос. Золотое сечение, вот правильно, пропорция лежит в основе всего живого, а золотое сечение в экономике, вот золотое число, это одноцелая точка, там, 680 и так далее. Это вот в экономике общественной собственности должно быть 62%, а частные 38%, и это рецепт идеального государства. Ну, вы знаете, мы не будем сейчас заниматься рецептами идеальных государств. Мой опыт показывает, что идеальные государства это, ну, как бы красивая картинка, которая далеко не всегда получается. поэтому я бы сказал, что лучше все-таки исходить из практических моделей. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил Леонидович. Да, слушаю. Антон, город Вятка. Да, есть такой вопрос. Вот такой вопрос, Михаил Леонидович. В случае создания Евразийского союза и включения в него Японии либо Германии, как нам торговый, как нам с ними торговый баланс тогда сводить. Не получится ли, как сейчас с Китаем, что Китай продает гораздо больше продукции, чем потребляет? У нас сейчас с Евросоюзом вполне сбалансированные отношения. Они у нас покупают нефть и газ и не только нефть и газ, а у них продукцию. То есть, на самом деле, это не так-то сложно. Ни в Японии, ни в Германии нет своего сырья. И в этом смысле выстраивать с ними отношения можно очень легко. А потом постепенно уменьшать долю сырья и увеличивать долю конечной продукции. Так что я проблем не вижу никаких. Вот реально не вижу. Здравствуйте, слушаюсь. Михаил, меня Алексей зовут, Москва. Вы не подскажете, как влияет количество выпавшего и убранного снега, всякие пожары, наводнения на ВВП страны, России? Ну, вообще говоря, количество выпавшего снега и прочие разные проблемы, они входят в экономику, как некоторый такой дестабилизирующий фактор. Ну и дальше он как бы бывает удачный год, бывает менее удачный. Например, в Соединенных Штатах Америки имеется территория в Китае, в Японии, где в определенное время проходят тайфуны. Там, соответственно, есть специальная страховка. А бывают события, которые выпадают из нормы. Например, то, что произошло не так давно в Техасе, когда там были дикие заморозки. Но, в общем и целом, если уровень катаклизмов средний, то ничего и не происходит. А вот если он начинает расти, то тогда, конечно. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил Леонидович Эдмитрий из Лондона. Слушаю вас. По поводу вашей страшилки про процессоры Intel. А вот как вы считаете, транзисторы тоже можно выключить, которые были произведены за рубежом? Думаю, что транзисторы нет. Слишком они простые. А что? Просто Intel это микросхема. Если она не включена в сеть, выключить ее практически невозможно. Понимаете? Поэтому все эти опасности здесь, конечно, хорошо, как страшилки, но микросхемную базу фактически из-за рубежа выключить очень тяжело. То есть, или вы детально расположите, как это делается, или это, в общем, политическая спекуляция. Я не очень понимаю, что значит политическая спекуляция. Вы хотите сказать, что влияние на эти микропроцессоры извне невозможно? Это не так, это возможно. То есть, это означает... Компьютер не в сети практически нет. Что значит, если компьютер не в сети? Если он у вас управляет электросетями или водоканалом, как он может быть не в сети? Нет, конечно, если он у вас лежит в столе... Он может выдавать управляющие сигналы на другую сеть. Ну, я не очень понимаю, о чем идет спор. Если вы не понимаете, то говорить о том, что выключить процессоры Intel можно, и это большая угроза, понимаете, это некорректное заявление. Ну, вы знаете, поскольку я себе примерно представляю, что при этом может быть, то поэтому я не очень понимаю смысл ваших. То есть, вы считаете, то есть, вы считаете, что влиять на ситуацию, когда вы контролируете компьютеры, невозможно, да? Я вам как бы могу привести массу примеров, когда такое влияние оказывается. с контролем процессоров и контролем на компьютере через программное обеспечение. Давайте мы не будем с вами спорить. Это вопрос бессмысленный. Аккуратнее, пожалуйста, если можно, с техническими терминами. Я как бы разберусь. У меня достаточно много слушателей, которые вообще ни в чем не разбираются. И я рассказываю для обычных людей, не для специалистов. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. По предыдущему, Михаил, наверное, человек имел в виду изолированные сети, которые отсечены от интернета. Но у меня вопрос не про это, а вот про что. Значит, вам уже несколько раз люди звонили и спрашивали, вот если все понимают, какие, так сказать, вредители, там, люди из либерального клана, там, на Биуэль, на Силуанах и так далее. Почему же Путин их не отстранит? И вы говорили, что это все наивные такие точки зрения, что есть разные группы влияния, там, хоть Путин связан с обязательствами определенными перед ними и так далее. Но вопрос, почему бы тогда в модель, так сказать, российской экономики не включить вот эти группы влияния? То есть мы должны давать ответ на вопрос, что надо делать с этими группами? То есть монолитны ли они, или они там из нескольких кланов, как их перессорить, чтобы они сожрали друг друга и так далее. То есть модель должна включать вот именно то. Вы знаете, давайте не нужно путать. Одно дело модели экономические, а другое дело модели элитные. Кто за кого и как. Потому что есть объективные процессы, а есть процессы субъективные. Понимаете, как мы можем в процессе экономики, значит, грубо говоря, для того, чтобы экономика развивалась, нам нужно, чтобы объем внутренних инвестиций был такой-то. А, значит, люди, которые контролируют кредитно-денежную политику, то есть денежные власти, Минфин и Центробанк, выполняя чье-то чужое задание, минимизируют этот самый объем инвестиций, чтобы он был недостаточен. Экономическая модель говорит, нам нужно столько-то денег. Центробанк говорит, нет, мы вам столько денег не дадим, потому что эти деньги нужны для того, чтобы поддерживать мировую долларовую систему. И как в этой ситуации вы будете что-то делать? Это очень сложная штука. Вот они опять пишут, что в замкнутой сети невозможно влиять на процессоры. А если она не замкнутая? Ну, если ее невозможно по каким-то причинам сделать замкнутой? И много еще чего есть. Ну, например, закупается, закупаем мы, мы станки, они немецкие, они не работают. Люди, соответственно, звонят в немецкую эфир и говорят, а, ну да, действительно, сейчас мы тут включим. Потому что для того, чтобы это заработало, нужно дать по интернету команду. Я приведу простейший пример. У меня компьютер, ноутбук фирмы Apple. И как-то раз я ехал в поезде из Москвы в город Петербург или из Петербурга в Москву, сейчас уже не помню. Я его включаю, а он не включается. Я очень удивленно звонил своим знакомым, который специалист, и он говорит, Миша, так ничего удивительного. В этом поезде интернета нету. А компьютер Apple в некоторых ситуациях, если он не может связаться с базой в Соединенных Штатах Америки, он просто не включается. Вот ты сначала обеспечь ему связь с базой, после этого он будет работать. Вот вам типичный пример. То есть, как только вы его отключаете, он перестает работать. И что вы с этим будете делать? Ну, ладно, это уже на эту тему можно много говорить. Значит, еще раз. Ключевой вопрос сегодня это доступ к информации. Доступ и умение любого человека, особенно предпринимателя, быстро реагировать на те принципиальные изменения, которые будут происходить в мире. Я сегодня много рассказывал про те изменения, которые будут происходить. Ну, хотя бы на примере туристической отрасли. И если вы не будете к этому готовиться, я максимальным образом пытаюсь это сделать. И вот карьерным консалтингом, который начнется в среду, уже третий поток, и, соответственно, обзорами макроэкономическими и нашими консалтинговыми услугами по тем моделям, которые мы написали. Но я, не только я это делаю, хотя мы в некотором смысле обгоняем всех. Но если вы не будете в этом участвовать, то в этом случае вы проиграете почти наверняка. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Спасибо. До свидания.